Ну что, потихоньку давайте начинать. Окей. Ага. Айнур, ну еще раз приветствую тебя. Спасибо, что откликнулась. Рады, что ты здесь с нами. Как ты вообще, как у тебя проходит пандемия? Все хорошо, спасибо вам за приглашение сегодня. Выступить в классный портал, канал. Очень много полезной информации. Я вижу постоянно в сторис, в постах, что спасибо большое. У меня все хорошо, ничего, уже как-то потихоньку привыкаешь, оказывается, к карантину в какой-то момент. Ну, конечно, хочется уже быстрее из него. Понятно. Ну, у тебя, я так понял, наверное, зум за зумом? Нет? Я так примерно посмотрел. Ну, знаешь, как бы, да, много зумов, вот. Ну, такие интересные зумы, мне кажется, и вообще, интересно сейчас время начинается, мне кажется, вот после того, как карантин закончится, люди, как бы, это так удобно, можно так быстренько подсоединиться. Не надо там у нас ехать, собираться, так что, ну, прикольное. Да, я тоже привык. Тоже привык. Не хочу никуда идти, не хочу никуда ехать. Меня очень понравилось. Что за туса тут есть? Приветствую. Тут немножко туса другая. Тут не жоунбок, тут идет 360 лайв. Вот, у нас гостя Хайнур. Мы будем сегодня поговорить насчет поступления на программу MBA и MBA в ВУЗе США. Вот, ну, вкратце, я, правда, не все, наверное, это не знаю, но из того, что знаю... Давай, у меня тут есть, в принципе, слайд, где я бэкграунд свой рассказываю. Давай потихонечку начну, когда на презу перейду сразу. Видно, да, экран? Все, распроверяю на всякий случай. Да, видно. Все, отлично. Да, ну, Азиз Аската, спасибо еще раз. Вот сегодня постараюсь рассказать вкратце про то, что я знаю про процесс поступления на магистрские программы, как MBA и MBA в результатах. Значит, здесь презентация немножко детальная, поэтому я буду, наверное, high-level больше чуть-чуть идти, и потом, если в конце будут вопросы какие-то детальные, я буду рада ответить. Вот, так что давайте сегодня мы сделаем вот обзор вообще, какие есть виды магистрских программ, потом говорим про процесс поступления, потом я расскажу про стипендию имени Мирлана Капарова в школу госуправления в Гарльдском университете, затем на своем собственном примере расскажу про то, как я поступала на MBA, потом мы можем сделать вопросы-ответы. Так, обо мне. У меня, значит, бакалавр я заканчивала в Бостонском университете, у меня Bachelor of Finance в 2006 году, после чего я пошла работать в Большой Бостонский банк, ну, Американский банк, называется State Street, там начинала как аналитик, потом переехала, я работала на их сейл-сайт, как бы сейл-сайт дивижене, занималась там анализом, трейдерством, потом в какой-то момент в азиатские офисы компании, там занималась сейлс. Вот, затем перешла в HSBC банк в Алматы, до того времени, как он ушел из Казахстана, там работала в отделе Corporate Banking, то есть мы с компанией, юрлицы обслуживали. Вот, после этого я снова вернулась в Америку и сделала уже в Columbia University, и после MBA совершила переход в консультантскую сферу и работала с компанией McKinsey & Company. Вот, оттуда я ушла где-то два года назад и сейчас занимаюсь разными частными проектами. Вот, по общественной работе у меня несколько проектов, я являюсь основателем, президентом Ассоциации выпускников Колумбийского университета в Казахстане, нас сейчас около ста человек, и являюсь также координатором стипендии вот имени Нурлана Капарова в Харвардке на диску. Вот, значит, про разные виды магистрских программ, которые есть в США, но если так вот обобщить, то по направлению госуправления, я его выделила, есть Master of Public Administration или Master of Public Policy, по направлению бизнеса это MBA, всем известный, также есть различные мастерские программы, которые называются Master of Science, конкретно в какой-то науке, например, там, маркетинг или финансы и так далее, и также есть Executive MBA, это для таких более seasoned professionals, которые имеют, допустим, около 10 лет опыта работы, и они могут совмещать Executive MBA с работой. Вот, в целом, если вот поговорить про процесс поступления, то я делаю пять шагов, то есть первый шаг я называю его подготовительной стадией. Это именно стадия, когда, допустим, вот, возможно, кто-то сегодня в аудитории у нас есть, может быть, вы не в этом году конкретно планируете подавать на магистратуру, но когда-нибудь через пару лет хотели бы это сделать. И это вот как раз-таки вот эта подготовительная стадия, когда вы, да, физически не заполняете Application, не пишете эссе, но считаю, что такая очень важная стадия, то есть если у вас когда-нибудь есть цель поступить, то уже сейчас очень полезно изучать вообще про какие виды есть программ, начинать уже думать, там, как я здесь называю, да, как бы вот из истории, что вы пишете про себя в Application, когда вы подаете, и как вы объясняете то, что вы вот хотите планирую структуру получить, там, в том или ином ВУЗе по тому или иному направлению. Вот, и чем раньше это начать делать, мне кажется, это вот одна из самых важных стадий, тем лучше для вас. То есть даже если вы, там, не ближайший год, не ближайшие два, но, допустим, через пять лет, вы, если сейчас уже начнете потихоньку думать и поставите себе цель, что вы решили поступать, то вы можете уже, как сказать, потихоньку формировать свое резюме для того, чтобы оно через пять лет было готово к поступлению для того или иного ВУЗа. Ну, вот, например, что я имею в виду? Допустим, да, в Harvard Kennedy School они очень сильно обращают внимание на лидерские качества и просят аппликантов, как бы, рассказать, как они эти лидерские качества проявляли. То есть если вы, допустим, знаете, что через три года вы хотите поступить, то уже сейчас вы можете потихонечку думать на своей работе, какие конкретные, ну, там, по возможности, да, если вы можете какие-то конкретные проекты выбирать или если вы можете, там, перевестись в конкретный отдел, где вы сможете развить ваши лидерские качества. Если на работе такой возможности нет, то уже сейчас начать брать какие-нибудь волонтерские инициативы, где вы свои лидерские качества хорошо показываете. Потому что, ну, как бы, не очень хорошо считается, что если, допустим, вы, там, аппликейшн в этом году подаете на учебу, да, и вы никогда все, ни разу в жизни, там, не делали никаких, допустим, волонтерских проектов, и тут вы три месяца назад начали делать, ну, то есть приемная комиссия сразу поймет, что это, как бы, не на самом деле, а чисто для поступления. Вот, поэтому эту стадию вот особенно выделяю. Вот, и, ну, дальше стандартная, то есть это подготовка к экзаменам, которые нужно сдать по английскому языку, и мастер-левел экзамен — это GMAT GRE. Потом заполнение самой вот заявки на поступление, которая состоит из множества разных частей, мы до этого дойдем. Вот, потом шаг 4 — подача аппликейшн в форме. Здесь очень важно заранее понять, да, допустим, какие ранние сроки подачи для ваших программ, на которые вы подаете. Если вы подаете сразу несколько вузов, то очень легко запутаться, где, когда, к последний срок, где, куда нужен какой эссе, поэтому важная стадия. Ну, и также пятый шаг — это заполнение заявки на финансовую помощь, если вы хотели бы такую получить. Так, ну вот, по подготовительной стадии я прошлась. Здесь я одну вещь такую советую, да, что вот если вы сейчас начинаете это писать, то очень полезно сделать такой вот обычный эксельчик, туда написать все программы, которые вас интересуют, и по каждой программе заполнять, куда какие нужны эссе, куда какие нужны экзамены, где, когда, у кого какой дедлайн, там, ну и так далее, и другие какие-то требования, которые у этих программ. У вас будет все на одном таком большом экселе экране, то есть вы можете легко, во-первых, там, не прозевать дедлайн, и, во-вторых, понять, там, может быть, куда-то, где-то нужно одинаковое эссе подавать. Вот. Так, по экзаменам, да, то есть по экзаменам обычно, если вы бакалавр не получали на образовании, бакалавриат ваш, учеба была не на английском языке, то, скорее всего, вам нужно будет сдавать TOEFL или IELTS. Ну, в Америке все-таки IELTS принимается, но TOEFL преобладает, вот, поэтому нужно вот тоже заранее к этим экзаменам готовиться, вот, плюс, также дополнительно к TOEFL или IELTS нужно сдавать GRE и GMAT. Это graduate-level exams, которые требуются всеми американскими программами. Обычно GMAT требуется в бизнес-школы, и на все остальные магистрские программы требуются GRE. Вот, ну и здесь вот примерно описаны для топовых школ, где, куда нужны какие баллы, но у каждой школы свои, как бы, требования по баллам, поэтому лучше с ними проверить. Вот, и еще имейте в виду, что все эти экзамены, IELTS и TOEFL, их результаты, они действительно два года, а GRE и GMAT действительно пять лет. Поэтому, опять же, если вы планируете когда-нибудь поступать, вот, там, может быть, не обязательно ближайший год, вы уже сейчас можете начать готовиться, и если сдадите на тот уровень, который у вас есть, потом просто об этом не нужно будет переживать. Так, ну, application form, да, это непосредственно заявка абитуриента на поступление. Вот, здесь нужно иметь в виду, что в среднем, не учитывая подготовки к экзаменам, в среднем, вот, просто заполнить вот этот application, в среднем на каждый вуз занимает месяц. То есть это там, как бы, по идее, это просто онлайн-форма, но она очень обычно длинная, и там просят часто очень много всяких мини-эссе, вот, поэтому это все время занимает, и важно application form заполнить, как бы, качественно тоже, да, то есть плохо, если у кандидата отличные эссе, отличные CV, отличные результаты экзаменов, но application form сама заполнена как-то неграмотно или неаккуратно, и это может подпортить общий имидж. Поэтому советую бюджетировать какое-то энное количество времени на заполнение вашей заявки. Вот, application form состоит из, ну, вот, самой заявки непосредственно, также вы туда вписываете результаты экзаменов ваших, то, и FLGR, и GMAT, и так далее. Вы должны написать, какой у вас GPA, средний оценочный балл. И здесь пометка, то есть для тех, кто учился на бакалавриате в вузах, которые, допустим, не высчитывали GPA, а просто вы, у вас табеля с оценками, да, то вы должны будете самостоятельно свой GPA посчитать, и приемная комиссия потом его перепроверит. Вот, потом transcripts — это ваши табеля. Здесь тоже табеля должны обязательно быть переведены на английский язык для американских вузов, и если оценки были, допустим, 5, 4, 3, 2, то нужно перевести в американский эквивалент ABCD. Вот, и этот процесс массива, он не сложен в исполнении, но также занимает какое-то время. Вот, особенно, если нужно оценки переводить. Вот, потом резюме. Дальше мы до этого дойдем момента эссе. Обычно магистрские программы требуют как минимум 2, а иногда 3, даже 4 эссе, и эссе процесс, конечно, занимает много времени, чтобы написать качественное эссе. Вот, и рекомендательные письма, и также секция экстракивыкиллась — это все занятия вне работы, которые вы как бы в течение своей жизни делали, хотите подчеркнуть. Так, ну, про General Application. То есть я сказала, что, ну, это вот общая информация о вас. Также там вы должны будете написать информацию про ваших работодателей, то есть вот это и там их контактные данные. Вы должны будете написать, по крайней мере, для MBA, там какая у вас была зарплата на каждую вашу должность. То есть это занимает время, как я говорила. Так, по экзаменам. По экзаменам, значит, результаты все отправляются напрямую в институт, но вы просто в своем Application пишите ваш балл, который вы получили. Иногда некоторые программы разрешают, что вот если на момент Application Deadline вы не успели еще получить на руки ваши результаты, то они разрешают как бы в Application это не заполнять, но они обязательно должны там в какие-то кричайшие сроки прийти. Это можно обсудить с институтом. Но самое главное, некоторые институты, допустим, у них есть Application Deadline, и они потом не разрешают, не принимают результаты экзаменов позже, поэтому вот этот момент очень важен. Значит, вот еще такой момент. Допустим, если у вас на каком-то экзамене не самый высокий балл, который вы хотели бы, например, вы сдаете GMAT, который состоит из verbal part, это про знание языка, и quantitative part, там математика. Допустим, если вы на quantitative математической части получаете не самый высокий балл, то вам нужно как бы заранее позаботиться, так скажем, об этом, и в вашем аппликейшене, в вашей заявке, например, там есть Extra Essay, четвертый optional, необязательный эсэй, который я советую всегда использовать. И вот, допустим, если у вас чуть ниже на математике балл, вы в этом optional essay должны сказать, да, вот я знаю, что у меня по математике балл ниже среднего, но обратите внимание, пожалуйста, допустим, что вот у меня в табеле вы увидите, что я брал очень много квантитативных математических курсов, и у меня на них хорошие оценки, поэтому я обязательно справлюсь с предметами, которые вот, ну, математическими какими-то предметами, которые будут на программе. То есть как-то постараться за счет чего-то в вашем бэкграунде, в вашем аппликейшене компенсировать чуть ниже балл на экзамене. Вот, так можно. Так, ну, насчет GPA мы поговорили, то есть это ваш средний оценочный балл за учебу на бакалавриате. Вот, и здесь опять же такой же момент, допустим, у вас не самый высокий GPA, допустим, у вас в среднем были тройки-четверки. Это как бы, ну, как сказать, не смертельно, но немного негативно для вашего аппликейшена, поэтому, опять же, вам нужно понимать, допустим, если у вас там одни тройки на бакалавриате, да, вам нужно понимать, что приемная комиссия обратит на это внимание, и вам нужно будет за счет чего-то компенсировать вашем аппликейшене ваш низкий GPA. Например, если у вас низкий GPA, вы должны тогда понимать, что вот вам конкретно на экзаменах, например, GMAT или GRE, нужно постараться получить высший балл, чтобы приемная комиссия видела, там, окей, там на бакалавриате были чуть ниже оценки, но мы сейчас видим, что человек высоко очень, на высокий балл сдаёт экзамены, поэтому он сможет справиться с coursework. вот, CV. Значит, CV обычно ограничивается всего лишь на одну страничку, поэтому это немного мало места, чтобы отобразить, да, иногда полностью ваш карьерный путь, но нужно максимально постараться вот все ваши достижения, карьерные, личностного характера, любые, которые есть, максимально отразить на вашем CV. И просто кратко надо стараться это делать. Вот, и опять же, например, CV — это вот место, где нужно показывать, именно подчеркивать именно те качества, которые ваши программы, на которые вы подаёте, качества, которые она ищет в своих студентах. Часто все программы на своих веб-сайтах пишут наши студенты, там, лидеры, наши студенты, допустим, обладают отличными аналитическими способностями и так далее. То есть, вы читаете, вы понимаете, какие качества они ищут, и в CV подчеркиваете все ваши карьерные и личные достижения, которые показывают, что вы данными качествами обладаете. Вот, потом на CV очень важно показывать именно вот конкретные измеримые результаты. То есть, например, вы говорите, я работал там в фармацевтической компании и увеличил продажи. Это плохо. Нужно сказать, насколько именно вы увеличили продажи, да, то есть конкретно в цифрах. Если, например, цифры не самые, так скажем, импрессив, да, то можно постараться, ну, брать никогда нельзя на CV, потому что потом после поступления все данные, которые вы предоставляли, проверяются специальной, как бы, конторой, которая нанимается, чтобы проверить, что кандидат не врал. Ну, можно, например, сказать что-то по-разному, да, допустим, если вы, у вас в вашей компании был один всего лишь клиент, еще одного, да, то есть сказать, я привел одного клиента за год, ну, как-то так звучит, но зато вы можете сказать, я привел еще одного, я привел клиента и вырастил количество клиентов на 100%, и это уже, конечно, звучит намного лучше. То есть вот здесь нужно какое-то внимание вот уделить всему тому, что вы говорите. Вот, ну и, конечно же, CV должно быть аккуратное и читабельное, это люди в итоге читают ваши CV, поэтому им должно быть удобно и приятно читать, то есть не должен быть какой-то там супермаленький шрифт и так далее. Так, по СС, обычно, да, требуется 2-3 СС, ВУЗы заранее объявляют и внутри вашего аппликейшена также пишут темы этих СС. Здесь важно, знаете, вот, допустим, вам дается 3 СС, нужно постараться не говорить одно и то же в каждом из себя, то есть нужно использовать каждый СС для того, чтобы показать какую-то новую грань в себя, потому что просто очень мало, часто дается ограничение по количеству слов, и когда начинаешь писать эти СС, ты просто понимаешь, что не вмещается все, что ты хочешь сказать, поэтому очень важно каждую строчку, каждое слово использовать эффективно. Вот, и обычно, ну, институт дает как бы гайдинг, дает фирма для трех СС, но, опять же, вот, постарайтесь, чтобы во всех этих трех СС вы себя показывали по-разному и, опять же, подчеркивали вот те качества, которые университет говорит, что он ищет в своих студентах, да, то есть в одном там лидерское показать, в другом там ваши планы какие-то, ваше видение, в третьем там аналитику, ну, вот, как-то так, в зависимости от тем. Вот, и, как я говорила, часто дается, вот в Коламбе, например, давалось опционное СС, и это СС все-таки советую настоятельно использовать, как бы не лениться и попробовать подумать, какие, допустим, есть невыигрышные аспекты, да, в вашем аппликейшн, о которых вы можете поговорить и объяснить как бы приемной комиссии. Например, там вдруг вы год не работали, да, с того момента, как вы закончили институт, там по какой-то причине, то есть вот в этом опционном СС нужно сказать, да, что там с такого-такого-то года, там, я там взял определенный брейк по какой-то такой-то причине, вот так вот, и там, и постараться как-то это правильно и выигрышно объяснить. Так, рекомендательные письма. Также вот обычно требуется 2-3, я знаю, что вот в Коламбе требовалось 2 рекомендательных письма, в Харвард-Кеннеди требуется 3. Здесь мой большой совет, что не гонитесь за титулами рекомендателей, да, и там самое здесь главное, что рекомендатель должен лично вас знать и иметь с вами вот опыт какой-то совместной работы, да, или там во время учебы, допустим, вы с этим профессором как-то соприкоснались, сотрудничали. То есть, потому что рекомендательные письма, они отправляются напрямую от рекомендателя в ВУЗ, и вы, по сути, не видите, что там пишется, да, то есть, если рекомендатель там просто скажет, там, мой там, не знаю, Айбек хороший парень, ну, даже если он там будет президентом мира, ну, от этого никакого плюса для вашего аппликейшна не будет, то есть, приемная комиссия сразу поймет, в чем дело. То есть, в рекомендательном письме очень важно, чтобы человек детально и конкретно рассказал именно вот о вас, и через этот рассказ подчеркивались, опять же, ваши какие-то качества, да, важные для ВУЗа. Вот, ну, здесь, конечно, такой момент, что ты не знаешь, что рекомендатель пишет, да, ты не можешь за него написать это рекомендательное письмо, вот, но одна из вещей, которые советую делать, да, допустим, у вас есть ваш начальник, с которым вы работали 4 года назад, вы прекрасно вместе работали, все, но уже 4 года прошло, да, и он, возможно, он там рад вам написать рекомендацию и сказать хорошие вещи про вас, да, но он не сможет детально вспомнить какие-то конкретные примеры, которые обязательно нужно вставлять в эти рекомендательные письма. И что можно сделать? Можно созвониться с рекомендателем и спросить у него разрешение, как бы просто поговорить и вспомнить, так скажем, вашу работу, рассказать ему, почему вы выступаете, конкретно проговорить там, вот они там, ну, допустим, так, да, вы можете сказать там, вот они там, для них очень важный, опять, аналитические, допустим, способности, вот помните, мы с вами делали такой-то, такой-то проект, где вот вы очень похвалили в итоге мой там индустриальный анализ, и вот как-то вот освежить человеку память, то есть вот так вот можно сделать, и тогда он уже более детально, скорее всего, ну, то есть вы опять же не знаете, что он там напишет, но более детально на примерах покажет, вот. Потом второй совет по письмам рекомендательным, это то, что вот их требуется обычно 2 или 3, постарайтесь, чтобы ваши рекомендатели не говорили одно и то же про вас. То есть опять, очень мало места в аппликейшене, нужно максимально использовать каждый, каждый аспект аппликейшена, чтобы показать вашу многогранность, да, и поэтому постарайтесь опять же, вот, чтобы один рекомендатель там подчеркнул, вот, для примера, ваши лидерские качества, а второй рекомендатель подчеркнул ваши там аналитические качества. Допустим, так. Вот, и с рекомендаторами тоже, да, важно, как бы, держать руку на пульсе с ними, потому что они напрямую отправляют письма, все очень заняты всегда, то есть нужно заранее предупреждать о том, что там будет аппликейшен дедлайн, крайний срок подачи, и что они вовремя должны суметь отправить. Вот. Так, все секции экстракюрикулерс, это все ваши волонтерские, любые другие проекты, которые вы делали вне вашей основной работы и учебы. В США вузы, вот Аскара, Зисы не знают хорошо, в США вузы они очень обращают сильно на это внимание, вот, и опять же, если вы, допустим, там, в самый последний момент берете какой-то проект за три месяца до того, как вы подаете аппликейшен, то приемные комиссии, у которых, ну, там, я не знаю, они по 10 тысяч этих аппликейшенов читают каждый год, то есть у них, как бы, глаз наметан, и они сразу поймут, что, ну, вы на самом деле это просто делаете, как бы, для того, чтобы усилить ваш аппликейшен в этом году, и это, как бы, ровным счетом никаких баллов вам дополнительных не принесет. Поэтому, если вы хотите и планируете подавать, да, чем раньше вы какие-то такие проекты дополнительные для себя найдете, тем лучше для вашего аппликейшена. Так, ну, здесь мы, в принципе, поговорили, да, то есть, как вы подаете аппликейшен онлайн, важно очень следить за дедлайнами. В некоторых вузах существует несколько раундов, когда вы можете аппликейшен подать. Я слышала так, что лучше все-таки аппликейшен подавать в первый раунд или второй раунд, и не оставаться там на самый последний третий раунд, потому что на третьем раунде обычно уже класс, как бы, забит более или менее, они уже понимают, там, какие студенты придут, и они берут каких-то, вот, на третьем раунде, я слышала, что они берут таких каких-то вот прямо эксепшенал каких-то кандидатов или каких-то очень неординарных, не знаю, поэтому safer подавать. Вот, также, допустим, в других программах, я знаю точно, что после того, как вы аппликейшен подаете, есть еще интервью раунд, то есть вы встречаетесь с глазу на глаз или онлайн, по скайпу, там, наверное, по зуму в данное время уже, с интервьюером, который вам задает вопросы, вот, и насколько я слышала, ну, вот в топ-школах, если ты прошел на интервью раунд, то у тебя где-то 50 на 50 шансов того, что тебя примут, то есть интервью — это очень-очень важно, вот, и в среднем с момента подачи вот вашей заявки, вашего аппликейшен до финального решения приемной комиссии где-то занимает 2-3 месяца, так у меня было. Вот, и financial aid, то есть все вузы в основном в Америке предлагают различные виды финансовой помощи, там есть и scholarships, и fellowships, и помощь через student loans, и это все очень подробно описано на веб-сайтах, и тоже нужно уделить время тому, чтобы вот изучить, какие требования для подачи на данные стипендии, и также какие крайние сроки, потому что у них тоже могут быть свои сроки подачи. Так, давайте теперь конкретно поговорим про программы магистрские в Harvard Kennedy School, да, то есть у них есть 4 вида магистрских программ, вот вы видите на экране, у каждой из них как бы слегка варьирующее направление, вот это все касается сферы госуправления, но, допустим, Mastering Public Policy — это конкретно про policy making, да, в Mastering Public Administration там упор на развитие лидерских качеств, а, например, программа MPA International Development, она более такая квантитативная, вот, поэтому, опять же, важно посмотреть, какая из этих программ вам интересна, вам подходит, и также у них у всех есть разные требования, там, допустим, даже по стажу работы, есть программы, где без стажа работы ты не можешь подать, это, например, MPA, и такие есть программы, как Mastering Public Policy, где, в принципе, можно подать сразу после бакалавриата, вот, и, ну, и срок обучения разную программу. Вот, здесь я не знаю, насколько, в принципе, видно хорошо, но это профиль студентов, вот, которые подавали на программы Harvard, то есть средний возраст на четырех этих программах от 27 до 39 лет, то есть есть программы, которые для очень таких season professionals, и также есть программы для тех, кто совсем недавно, допустим, закончит бакалавриат. Вот, именно в Harvard Kennedy School существует стипендия имени Нурлана Капарова, которая была основана в 2017-2017 году его супругой и близкими друзьями. Она была, ну, вот, основана в честь Нурлана Капарова, который сам закончил программу Mastering Public Administration в HKS в 2003 году, NCMPA. Вот, это первая стипендия Гарринского университета для нашего региона, и она присуждается, она действует именно в HKS и на магистерские программы, которые вот мы только что с вами рассмотрели. Вот, есть определенные требования для подачи на эту программу, но самые главные требования — это человек должен, во-первых, поступить, то есть самое главное — Гарвард должен принять человека, и только после этого человек может подать на эту стипендию, ну, это логично. И студент должен быть из Казахстана или из Средней Азии. Там есть еще дополнительные, как бы, преференции по тому, какой должен быть бэкграунд у студента, и это можно все детально посмотреть на странице nkfellowship.com или вот на страницах Blanca Power of Graduate Fellowship в Facebook и nkfellowship в Instagram. Я потом рада буду поделиться, если кто-то не запомнил название. Так, здесь вот про условия подачи, да, давайте, наверное, быстренько пройдемся, то есть не является абсолютным требованием, но плюсом является наличие минимум двух лет опыта работы в Казахстане, в Кази-Кос или частном секторе, в таких сферах, как экономика, финансовая, торговля, инфраструктура или смежная, но абсолютно не ограничивается этими секторами, то есть студент может иметь опыт работы в других секторах также. Ну и также студент должен быть родом из Казахстана, вот, и если в данный год никто из Казахстана не поступает в Гарвард, то Гарвард тогда может сделать решение, присудить стипендию другим студентам из других центрально-азиатских стран. Вот, присуждение стипендии делается Гарвардом, только Гарвардом, то есть они рассматривают полностью заявку студента, вот эссе, вот все вот эти аспекты, которые мы с вами посмотрели, и после этого делают решение о адмишин, во-первых, и присуждение. Так, здесь вот разные примеры вступительных эссе в Гарвард-Кеннеди-скул, которые я раньше делала, но они меняются на самом деле из года в год. Вот, как вы видите, да, здесь четыре эссе требуются в среднем. Они часто спрашивают, ну, в основном у всех вузов есть вопрос, почему вы хотите прийти на эту магистрскую программу, что вы хотите с этим дегрей сделать, и почему вы хотите именно в нашу школу. То есть вот об этом, опять же, полезно думать заранее, да, даже в дом вы едете, там, не знаю, посуду моете, можно вот об этом, чем раньше начать об этом думать, об своей, как бы, истории, да, тем легче будет потом. Вот, и также на Lankopar of Graduate Fellowship также требуется эссе в свободной форме, да, то есть просто вот, то есть опишите ваш профессиональный опыт, ваши интересы и какие у вас карьерные планы. И это эссе вы заполняете и также отправляете в Гарвард. Вот, а теперь, ну, вот про MBA программы, да, здесь, допустим, на примере Columbia Business School, на MBA программах, то есть есть только вот Master of Business Administration, это единственная магистрская программа, в которой вы можете выбрать какую-то концентрацию в плане направления интереса, да, который у вас есть. У меня, например, были финансы, кто-то может выбрать, там, маркетинг и так далее. Вот, здесь также вот описаны примеры эссе, которые каждый, из года в год, в принципе, меняются, но, опять же, общая тема такая, почему вы хотите MBA, почему вы хотите именно в Columbia Business School и что вы планируете делать дальше в вашей карьере. Вот, и есть вот некая статистика, то есть статистика последних лет принимается где-то около 15% из всех подающих и в год подается где-то 6,5 тысяч заявок. Средний GMAT 730 и средний оценочный балл во время бакалавра 3.5, то есть это в основном пятерки и несколько четверок. Вот, и все, это все, конец презентации. Спасибо, давайте оставлю, если вдруг вопросы какие-то, это будет время для этого. Инур, спасибо большое тебе. Такая компания, очень презентация. Аскар. Да, Инур, спасибо большое. Интересная презентация. Я думаю, сейчас пойдут у всех вопросы. Можно я начну первый? Давай. Вопрос такой. Почему Columbia? Ну, у меня конкретно так как бы жизненные обстоятельства сложились в тот момент, потому что я переехала в тот момент в Нью-Йорк, я была замужем, и вдруг переехала туда по работе, вот, и мы как раз жили в Нью-Йорке. Я, в принципе, всегда хотела на магистратуру подать и планировала. У меня как раз на тот момент, мне было 27-28, у меня как раз было где-то 6-7 лет опыта работы, то есть это вот правильное время, когда у тебя где-то 5-7 лет опыта работы подавать на MBA. Вот, и я подала просто потому, что мне нужно было физически быть в Нью-Йорке, но в то же время я всегда мечтала в Columbia. Я как-то вот пока на бакалавриате училась, я оказалась на кампусе, и у Columbia такой красивый кампус, я влюбилась в него. И вот я подала, но все говорят, да, то есть это был единственный вуз, который я подала, и вообще это как бы очень неправильно, это плохая идея, никогда нельзя подавать в один вуз, нужно сразу несколько, там, как-то диверсифицировать, да. Но я на тот момент думаю, ну, как бы была-не была, подала и поступила, и была очень этому рада. Классно. Я могу спросить, о чем вы делали свои эссе? Ну, хотя бы так. О чем были мои эссе? Да. И может быть даже разница между твоим эссе бакалавриатным и MBA? Ой, блин, я не помню, что я на бакалавриате писала, это так давно было, это было, ужас, это было 17 лет назад, я не помню. Вот, но на MBA я писала, там, значит, первое эссе, ну, это вот было тоже, да, вот конкретно там слова не помню, но почему вы хотите MBA, и что вы хотите делать с этим MBA потом? Я писала про то, что я мечтаю создать такой этот фонд прямых инвестиций в Центральной Азии, вот, и, кстати, вот в эссе тоже я не сказала, очень полезно, вот вы, допустим, да, вот я говорю, я хочу создать фонд прямых инвестиций, и мне вот посоветовал студент один, я делала информационный интервью, звонила студентам, которые заканчивали программу, и вот спрашивала их советы, это очень полезно делать, кстати, для всех поступающих, их имена обычно на сайте пишутся, вот, и, то есть я, то есть, а, полезно очень писать, вот, допустим, я хочу создать private equity фонд, окей, ну, и что, почему Columbia, и вот очень полезно, допустим, сказать, вот, у вас в Columbia есть такая-то, такая-то программа, которая фокусируется вот именно на этом направлении, или у вас есть вот такой-то профессор, который там в этом направлении, там, практиковал это направление 20 лет, или у вас есть там такой-то, такой-то предмет, который мне поможет, там, свои навыки как-то в этой сфере улучшить, ну, то есть вот, вот такой вот момент, то есть нужна конкретика в эссе, и этой приемной комиссии показывает, то, что вы действительно, как бы, you did your homework, что вы действительно изучили институт, вы не просто говорите, я хочу Гарвард, потому что Гарвард классный, а вы реально конкретно выбираете Гарвард, потому что у Гарварда есть, допустим, конкретно такой-то, такой-то профессор, или там предмет, или еще что-то, вот, потом второе эссе, это было «Почему Коламбия?» вот опять, да, «Почему вот там не другие какие-то школы?» и здесь я написала, что, ну, как бы, правду, что Коламбия имеет преимущество того, что он находится в Нью-Йорк-Сити, в Нью-Йорке, и многие профессора, они параллельно работают где-то на Уолл-стрит, и, как бы, потом преподают, то есть я написала, что, ну, это большой плюс, как бы, не просто у теорий, теоретиков, да, учиться, а конкретно учиться у людей, которые вот сейчас, в данный момент, как бы, внедряют те навыки, которые они преподают, вот у меня такое было. И третье эссе, что же, про что же оно было? Третье эссе там нужно было, по-моему, рассказать, ой, вот даже не помню, там третье эссе, я помню, что я писала про какие-то лидерские качества, как они у меня проявлялись, вот что-то такое. Что MBA дало? Ну, я не знаю, у всех разные какие-то выхлопы, но вот, у нас в душе, да, что MBA дало, как это изменилось, да? Мне MBA дало, как бы, первое, из-за MBA я немножко поменяла вообще сферу деятельности, я не планировала, то есть я работала всю жизнь в финансах и планировала, вот как я в эссе писала, я планировала продолжать работать в финансах. И тут, пока я училась, меня начали рекрутить в Маккензи, и я как бы так особо, ну, я слышала название, конечно, но я там особо не знала вообще, чем такие компании занимаются, и у меня было очень много одноклассников, кто были консультанты, я начала с ними советоваться, и поняла, какая это интересная работа, и после этого я решила, как бы, начать проходить процесс интервью, и начала, как бы, ну, с ними интервьюиться, вот, то есть, как бы, самое такое, это то, что я поменяла, как бы, сферу деятельности, вот, ну, во-вторых, конечно, это вот, нетворкинг, то есть, одна из вещей, которые в MBA, как бы, почему люди туда идут, это чтобы создать вот этот нетворк, то есть, вот до сих пор все мои одноклассники, мы все очень тесно поддерживаем связь, то есть, все по всему миру раскиданы, единственное, у нас вот должен был быть, как раз со 2 по 5 апреля, у нас должен был быть 5-year reunion, вот, и я должна была лететь в Нью-Йорк, и, к сожалению, все планы, как и у всех на свете, обрушились, вот, и у нас не случился наш reunion, и теперь я даже не знаю, когда это будет. Наверное, уже в следующем году. Вот. Ну и потом, вот еще один момент, который тоже неожиданно для меня получился, то есть, я когда заканчивала Колумбию, я хотела присоединиться к клубу выпускников колумбийского в Казахстане, и начала его искать онлайн, и не нашла, и пошла в Аламное СССР, они сказали, что его нету, и как бы, и зародилась идея такой создать клуб, вот, и начала создавать клуб, и это было 3 или 4 года назад, и благодаря этому клубу я познакомилась с таким огромным количеством потрясающих, интересных людей, вот, выпускники Колумбийского университета у нас в Казахстане, там, с начала 90-го года, из совершенно разных, там, ну, если все факультеты, все школы, все направления брать, то около 100 лет, ну, просто, то есть, вот, я бы, наверное, никак иначе с ними бы не познакомилась бы, и не подружилась, благодаря вот этому клубу Колумбия, вот такая мне выпала возможность, чему я очень рада, мне появилось очень много новых, хороших друзей. Классно. А вот вопрос о нетворкинге, да, в чем глубина, какая глубина нетворкинга? Ну, понятно, да, нетворкинг становится больше, когда ты идешь на MBA, а что за люди, допустим, что ты сейчас можешь через одну руку пожать и, да, сделать, ну, как бы для людей вот это интересно, так-то мы, со стороны, как это понять, в чем нетворкинг? Я считаю, что, я раньше, вот честно, я немного как-то не понимала нетворкинг, я не понимала soft skills, в смысле, это важно, конечно, но я как-то, вот я всегда какая-то так немножко такая hard skills, наверное, была заточена, но потом я поняла с возрастом, что это невероятно важно, полезно, нужно, интересно, потому что, ну, как бы всю работу на свете делают люди, в компаниях работают люди, ну, там, да, есть AI и так далее, но все равно, как бы, at the end of the day, это, это люди, действуешь, общаешься, и нетворкинг, он помогает найти, допустим, нужные контакты, там, в бизнесе это, там, очень важно, да, там, не знаю, там, элементарно выйти на какой-то новый рынок, ты можешь позвонить своему однокласснику, сказать, там, посоветуй, там, как это лучше сделать, да, или, там, когда ты ищешь работу, ты можешь позвонить, вот, допустим, да, вот мои одноклассники, которые работали в консалтинговых компаниях, благодаря им я узнала больше про консалтинг, и они мне помогали готовиться к интервью, мы с ними делали, там, пробные кейсы решали, сидели, что на интервью нужно, ну, то есть, вот такие вот вещи, как бы, и вот даже на вот этих вот аламных встречах, которые мы сейчас делаем, да, я вижу постоянно, что люди как-то стоят, разговаривают, визитками обмениваются, да, потом, там, ну, как-то и работу найти, там, и по бизнесу какой-то вопрос, то есть, это невероятно важно, и плюс еще, мне кажется, вот именно, конечно, очень много можно черпать знаний, там, из книг, конкретно непосредственно от учебы, но также вот просто общение с людьми другими и послушать, что они говорят, это просто такой большой кладезь знаний, вот, так что плюс, мне кажется, плюсы можно перечислять, перечислять. Я понимаю, а в чем вот именно плюсы, именно то, что плюсы, а преимущества нетворкинга, будучи в Колумбии, ну, Версус, допустим, там, Агайо, стоит Орегон стоит или где-нибудь там Волгинский и так далее. Что, братец, кто однокурсник? Как это вот, почему лучше в Колумбии идти в этом плане? Знаешь, вот я бы, кстати, я бы не сказала, что нетворкинг, допустим, в Колумбии лучше, чем нетворкинг в Агайо. Нетворкинг, он любой, он, в смысле, он одинаковый везде, он просто зависит от самого человека, как он это делает и что он любит делать. Ну, я к тому, что калибр же немножко другой, наверное, в Колумбийском. Ну, я, я вижу, я как бы, не знаю, не могу сказать, но я могу сказать средние, да, среднестатистические там данные студентов, которые туда поступают. Да, там, допустим, администратор 15%, да, или там, даже 14-12%, то есть рафлы там каждый десятый, каждый девятый, восьмой, поступают из тех, кто подает. Вот, ну, конечно, вот у меня класс был, у меня был общий наш поток 750 человек, и мой конкретно класс был 65 человек, вот, где-то треть были финансисты, банкиры, где-то еще треть были консультанты, вот, и там дальше там разные бэкграунды, юристы, медики, армия, там, entrepreneurs, предприниматели, там, и так далее, ну, то есть очень много разных интересных ребят, вот, и где-то, наверное, 40, 35-40% класса были international, то есть там, ну, со всех стран. Ну, очень, конечно, интересные ребята, и все такие очень эрудированные, очень hard workers, и при этом такие разносторонние, да, not nerds, то есть они готовы там и общаться, и тусоваться, и учиться, ну, вот, как-то так. Классно. Я просто... Ну, тебя тоже там, ты же тоже жив в Америке, ты астар, вы знаете. Да, ну, я... Наверное, ты можешь приехать куда-нибудь в Токио, у тебя там будут друзья в Лондон, у тебя там будут друзья в Сингапур, вот примерно такое, такая, наверное, история. Ну, в принципе, да, можно так сказать, потому что со всего мира были люди, то есть вот, можно так сказать. Еще если бакалавриат мой взять, то много везде кого. Аскар, дальше будешь лидировать? да, могу, в принципе. Ну, Айнур, расскажи, что тебе больше всего понравилось в Колумбии и что было для тебя сложным в Колумбии? Какие сложные моменты и что больше всего понравилось? Ну, мне понравилось очень вот то, что конкретно колумбийский, то, что он находился в Нью-Йорке. Вот этот момент мне очень понравился, потому что как бы город я сам этот очень люблю и было классно, потому что вот действительно вот профессора, которые нам преподавали, они как бы возвращались там вечером с работы, да, и они там работали где-то на Уолл-стрит и было очень интересно послушать людей, которые вот как бы на практике рассказывают, да, то, что они сегодня там делали днем на работе. Это было здорово. Вот, потом для ну, для рекрутинга тоже, в принципе, мне это было удобно, то есть я когда проходила интервью в Макинди, я ходила там эти, ну, как бы просто села в метро и поехала в Макинди офис там со всеми там познакомилась, интервью прошла, вот это было прикольно. Вот, ну, на самом деле мне нравилось все, мне нравилось все, кроме это вот единственная вещь, на которую все обычно Колумбия бизнес-кул студенты жалуются, это у нас здание старое было, то есть сам кампус Колумбийского очень красивый, но здание старое, но сейчас вот, по-моему, к 2020-му или 25-му году строят новую бизнес-школу здания, и тогда вот, мне кажется, прям вообще будет здорово учиться. Вот, то, что сложно было, мне было сложно немножко вот в плане, как сказать, социальном, наверное, потому что вначале, вот когда я только начала учиться, я немножко как-то, как сказать, стеснялась, что ли, немножко стеснялась там, потому что все такие активные, все такие, у всех такой бэкграунд, все такие там вопросы задают, я немножко стеснялась, но у меня и на бакалавриате такое было в силу, наверное, характера своего, но потом пришло нормально. Здорово. Так, тут у нас пишут, что хотят получить ответы на вопросы в чате. Есть вот несколько вопросов от Руслана. Как долго будет финансироваться Капаров феллосип? Стипендия будет выдаваться в принципе каждый год. То есть, ну, каждый год, если будут студенты, которые поступают, и которые подходят по критериям, ну, не планируется какое-то там ожидание, ой, прекращение в каком-то конкретном году. Второе, какие расходы покрываются Капаров феллосип? Покрывается полностью туишн, то есть оплата за образование, покрывается living expenses на проживание расходы и покрывается медстраховка. И примерные суммы вот этот туишн и living expenses можно посмотреть на сайте Harvard Kennedy School. Они примерно описывают, какие должен расходы студент ожидать за данный год на веб-сайте. Не самой, да, Так, здравствуйте, я начало пропустил, про Ичкеско, Пару, Сколыши будете рассказывать. Да, я рассказала вкратце, давайте, я могу вот прямо, кстати, в чат, да, наверное, послать. Я сейчас напишу адрес веб-сайта, куда можно зайти, и там полностью написана вся информация. Ой, так только меня почему-то не получается отправить. Ну, сайт называется nkfellowship.com А, вот, вижу все, вот, отправляю. часы ли вы волонтерских проектов перед МБА, помогло ли вам это для поступления? Да, однозначно помогло, я все максимально в тех, которых я участвовала, я все абсолютно попыталась подробно очень описать. Так, какой вы экзамен сдавали, GMAT или GRE? Я сдавала GMAT, потому что на MBA нужно GMAT, я набрала 730. Так, Айну, расскажите интересный бизнес-кейс на учебе, который был. Мне кажется, здесь этот как бы немножко долгий будет, у нас, по-моему, только 3 минуты осталось, поэтому немножко долгий будет рассказ. Ну, они на самом деле, они все были интересные, но мне очень понравилось, что я училась, получается, я закончила в 2015 году, то есть в то время еще, когда не было такого большого акцента на Data Analytics и так далее, например, у нас был обязательный предмет Data Analytics, и мы изучали компании, которые используют Data Analytics для того, чтобы производить свои продукты, мы изучали Spotify. Я помню, как Spotify делает, что не делает, это было очень круто. Так, на этом на сайте Колома Ньюрси не имеется Full Grants. Я, к сожалению, я не знаю, какие есть другие Full Grants, то есть это там надо изучать и это все из года в год меняется. Много ли студентов MBA получают работы еще во время учебы? Ну, вообще, на Full Time MBA запрещается работать во время учебы, то есть там, ну, как бы, я не знаю, просто под каким-то огромным-огромным эксепшеном дается такая возможность, но в основном никто не работает, но уже между первым и вторым годом ты, во-первых, делаешь стажировку, которая, скорее всего, приведет к Full Time Job, вот, а во-вторых, ты уже в начале второго года начинаешь проходить интервью и рекрутиться, и примерно уже, наверное, к зиме, к весне, в основном уже большинство имеют Job Offer, которые они выбирают. Так, какой совет вы бы дали тем, кто хочет покупать McKinsey? Ну, там, знаете, тоже целый процесс как бы подготовки, там много там этапов, раундов, но в целом я всегда советую так, то есть там первый раунд вы подаете резюме, второй раунд вы проходите Problem Solving Test, если вы писали GMAT на определенный балл, вот его не надо проходить, в основном все проходят Problem Solving Test, и потом дальше идут несколько раундов интервью, кейс-интервью. Во-первых, я советую вот концентрироваться на каждом раунде, то есть в самом начале не нужно готовиться к кейс-интервью, лучше подготовьтесь, хорошенько сделайте хорошее резюме и хорошенько подготовьтесь к Problem Solving Test. Потом уже, когда сдадите его, уже там дальше можно готовиться к кейс-интервью. И по кейс-интервью мой совет, то есть практика, то есть вот как можно больше практики, чем больше дома кейсов вы сами проделаете, или если вы можете там с другом, чтобы как-то более по-настоящему было, или сами, то есть я сама сидела и вот просто делала кейс за кейсом. Чем больше кейсов вы попробуете вот так вот прорешать, тем лучше у вас шансы будут на интервью. вот, то есть как можно больше практики. Так, если бы у вас была возможность обратно учиться на MBA, что бы вы поменяли? Допустим, университет или концентрацию, или какие-нибудь другие уроки взяли бы? Или же попробовали заняться своим бизнесом с друзьями из MBA? Я бы, наверное, знаете, вот одна из вещей, которой я жалею, то есть я жила очень далеко от кампуса, и я, к сожалению, вот на занятия всегда как бы ездила, мне нужно было ехать еще с двумя пересадками, но на какие-то вот уже вне занятий ивенты, всякие активитис, там спикеры, активитис, там, я не знаю, и всякие учебные, и развлекательные мероприятия, то есть я не во всех участвовала, я старалась максимально, но, наверное, я участвовала только в половине. И мне кажется, что вот опять же в этом есть вот эта такая софт, какая-то сила вот того, что вот слушать, общаться, и вот этого, вот этого я бы делала чуть больше сейчас, наверное. Ну все, вроде вопросов больше нету. Да? Ну, вроде все. Окей. Окей. Ладно, спасибо большое за эфир. Я надеюсь, что это все было полезно. Вот, я показывала, но я есть на Facebook, если что, всегда рада ответить на вопросы какие-то специфические. так, так, я просто сейчас перейду. вам, тебе, да надо. Ну, уже, наверное, минут через 5-10 надо будет бежать. Хорошо, ладно, я тут, поднял руку спросить Ивану, у вас вопросы или как? Иван молчит. Ладно, Айнур, спасибо тебе за час, бомбанула информация, прям, такой, прям, кусок, прям, такой, все прям, все мы тут впитали, вот, ну, было полезно, очень полезно, спасибо тебе за энергию, вот, мы очень рады, ты у нас одна из первых гостей. Да, удачи всем с поступлением. Спасибо тебе. Спасибо большое. Спасибо вам, ребята. Ахмед. Пока. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.